Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Сегодня последний наш выпуск в этом году, в 2023 году. И сегодня этот выпуск итоговый. Я проведу его вместе с Ксенией Алексеевной Еруслановой. Добрый день, Ксения Алексеевна. И, конечно, сегодня мы подводим итоги года. Сегодня у нас будет такой показан своеобразный рейтинг научных публикаций, новостей этого года. Мне кажется, он очень интересен. И давайте перейдем к нашей первой номинации, которая называется «Клиническая загадка». Действительно, это клиническая загадка, потому что мы будем говорить о трех новых лекарственных препаратах, которые мерцают сейчас на небосклоне, то зажигаются, то гаснут. Потому что это лекарство для лечения болезни Альцгеймера, это моноклональные антитела к бета-амилоиду, либо к фрагменту бета-амилоида, либо это ингибитор бета-секретаза, так называемый, который синтезирует вот этот бета-амилоид. И, насколько вы знаете, действительно происходит такое мерцание. То есть надежда, звезда загорается, мы ждем эффектов, но потом видим, что эффекты не столь значимы, а побочных эффектов достаточно много. И вот, собственно, сейчас на небосклоне три звезды таких мерцающих. Мы очень надеемся, что одна из них зажжется надолго и будет нашей путеводной звездой. Итак, это несколько препаратов. Давайте разберем, почему же они мерцают все-таки, почему они однозначно сейчас не являются такими путеводными звездами для нас. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Первый препарат — это гантинеромах. Планировалось, что он вообще будет опубликован, его результаты первыми. Это моноклональное антитело в целом к амилоиду бета, который находится в головном мозге и который ассоциирован с болезнью Ольцгеймера. По данным первой и второй фазы глистических исследований было показано, что он значимо снижает его уровень, иногда даже уводя в ноль. И в исследованиях уже клинической третьей фазы также было подемонстрировано значимое снижение накопления амилоида в головном мозге. Но при этом, к сожалению, не было показано влияние на клиническую картину, на когнитивные функции. То есть он не защищал от снижения когнитивных функций. И это ещё раз ставит вопрос о том, что всё-таки является накопление амилоида следствием или причиной болезни Ольцгеймера, и на что именно мы должны влиять. Да, абсолютно. Давайте перейдём к следующей молекуле. Следующая молекула — это лекоднимак. Он у нас в том году, как вы помните, взял приз за прорыв года, потому что его результаты были опубликованы в конце 2022 года. Он продемонстрировал замедление прогрессирования когнитивных функций, снижение на 27%. Однако при его применении отмечалось, что появляется отёк мозга и кровотечение при проведении МРТ диагностировались у 21% участников. Но несмотря на всё это, так как вот эти изменения чаще всего были бессимптомными в этом исследовании, уже в январе 2023 года леканима получила разрешение FDA на использование в клинической практике, и сейчас используется в странах Западной Европы и Северной Америки, и ждём его появления в России. Да, я хочу сказать, что мы ждём его появления, и очень надеемся, что уже в 2024 году мы сможем его использовать. Да, конечно, это не стопроцентное замедление, но всё-таки почти 30% — это тоже очень-очень неплохой результат. Перейдём к следующей молекуле, ещё более новой, которую зарегистрировали в июле 2023 года. В июле 2023 года вышла публикация по поводу этой молекулы. Это разработка американской фирмы «Илилили», и это уже был моноклональный антитело к самой частице бета-амилоида, вот этого фрагмента. Он показал ещё более значимую защиту по снижению когнитивных функций уже на 30-33%, но была более значимая встречаемость, частота побочных эффектов у этого препарата, вплоть до того, что одна смерть у пациентов была ассоциирована именно с применением этого препарата. И вот несмотря на то, что публикация вышла в июле 2023 года, FDA ещё не дало разрешения на использование этого препарата. То есть этот препарат не зарегистрирован пока? Пока нет. И я вот просто вижу сейчас, что всё-таки идёт некая динамика, появляются лекарства всё более эффективные, какие-то из них более, какие-то менее безопасные, но тем не менее по этому пути уже пошла фармация, и это очень здорово, потому что совсем недавно ещё мы говорили, что у нас нет возможности лечить болезнь Альцгеймера, и вот, наконец, мы видим реальный прорыв. Давайте перейдём к следующей номинации. Эта номинация называется «Технология года». И действительно, эта технология, абсолютно новая технология, наша мечта – генноинженерная терапия. И технология эта называется «Крисп-терапия». Собственно, это такие специальные ножницы, которые позволяют вырезать участок ДНК и вместо этого участка потом уже вмонтировать туда какой-то другой кусочек, тем самым полностью человека излечив вообще от заболевания в результате фактически однократного введения лекарственного препарата. Это, конечно, революция, и сейчас сделан только первый шаг в отношении только одного заболевания. Да, Ксения Алексеевна? Да, на сегодняшний день, в начале декабря 2023 года Эвдея дала разрешение на использование препарата «Левджения» для лечения пациентов с серповидной клеточной анемией. Это как раз генетически обусловленная мутация, когда у нас валин замещает лутаминовую кислоту вот в этой вот, в синтезе белка фактически вот на аминокислота имеет вот такие вот последствия. И как раз вот эти препараты с точечными мутациями, заболевания с точечными мутациями, это первые шаги в использовании к рискотерапии, но она идёт дальше. Вот в 2020 году вот эти вот две красивые женщины получили Ноберскую премию вообще за эту разработку. И изначально к рискотерапии это было просто вырезание кусочка ДНК. Сейчас у учёных есть возможность вырезать и вставить либо единичную последовательность нуклеотидов, либо уже длинные цепочки нуклеотидов. То есть первые шаги это мы лечим вот которые точечные мутации, заболевания. Следующим считается будет мышечная дистрофия Дюшена, к таким заболеваниям относится, то что это можно будет лечить. А дальше мы уже сможем лечить заболевания, которые вызваны более длительными участками нарушения ДНК. А может быть даже речь пойдёт и о полигенных заболеваниях, когда мы можем вырезать сразу несколько кусочков. Но это, конечно, очень круто, всё здорово. И это такой первый колоссальный шаг в новых технологиях в медицине. Перейдём... Да, пожалуйста. Ольга Николаевна, вот смотрите, 2020 год получения Нобелевской премии, 2021-2022 год компания публикует результаты первого пилотного исследования этого препарата, и 2023 год мы получаем уже в клинической практике этот препарат. То есть очень быстро, от третьего использования. Ну да, это здорово, что вот этот вот гэп, он всё уменьшается между фундаментальными и прикладными исследованиями, потому что, конечно, уж очень хочется увидеть при жизни вот эти вот достижения. И это здорово, что есть такие технологии, которые так быстро воплощаются в жизнь. Переходим к следующей номинации. Номинация называется «Вакцина года». И эта вакцина необычная, вакцина от сахарного диабета второго типа, фактически излечивающая от сахарного диабета второго типа. В чём суть этого открытия, этой номинации? Это было исследование представлено в этом году на конгрессе, насколько я знаю, Американской ассоциации диабетологов. Его разбирали с Любовь Викторовной в одном из серий программ новостей. И она использовалась на шести пациентах. Это фактически видоизменённые стволовые клетки островков Лангенгарса в поджелудочной железе. Эта вакцина была введена пациентам. Клетки нашли, куда им внедриться. Они внедрились куда надо. И начался синтез инсулина у этих пациентов. И фактически, да, это, наверное, наше будущее, волшебное будущее. И мне кажется, в этом году очень много произошло в сахарном диабете. Были анонсированы препараты, которые инсулин, который вводится один раз в неделю. Вот эта вот вакцина, появились моноклональные антитела, которые можно использовать у пациентов с сахарным диабетом первого типа. То есть очень радикально меняется вот этот вот вроде как классический и понятный сахарный диабет первого типа. Да, в эндокринологии большие прорывы. Мы действительно об этом говорили. Но вот эта вакцина, конечно, впечатляет, потому что фактически представить себе, что у пациента с сахарным диабетом первого типа можно использовать терапию, которая приводит к полной отмене введения экзогенового инсулина. Но представить себе такое совсем недавно было просто невозможно. Поэтому, конечно, это просто колоссальная новость и очень оптимистичный прогноз для больных с сахарным диабетом. Перейдем к следующей номинации. Она называется «Защитник года». Здесь мы будем говорить о онкологических новых подходах к лечению онкологических заболеваний и вот так называемые химерные лейкоциты, которые используются против опухоли. Давайте сначала разберем, что такое химерные лейкоциты. Понятно, что мы не специалисты в этой области, ни я, ни Ксения Алексеевна, но, тем не менее, общий посыл всё-таки очень схематично, если разобраться. Вообще химерные лейкоциты, когда готовы к этой презентации, это очень интересная вещь. Мы забираем у пациента его кровь, отбираем там лейкоциты, смотрим их и видоизменяем их. Мы меняем рецепторы на этих лейкоцитах. Мы сначала узнаём, какая у человека опухоль, как она выглядит, какие у неё тоже на поверхности есть рецепторы. И мы обучаем вот эти лейкоциты пациента узнавать таргетно вот эту опухоль точечно. Прям он учится её знать в лицо. И мы возвращаем эти лейкоциты к пациенту. И вот эти результаты, которые здесь показаны, фактически за 28 дней опухоль уходит, потому что с ней борется наша собственная иммунная система или иммунная система пациента. Эти наработки, они достаточно давно уже, живут последние 5-6 лет, и у них достиг достаточно большой прорыв для лечения опухолей первого-второго, с первой-второй стадии, в том числе наш институт онкологии Блохина. На их сайте есть информация о том, что они занимаются, в том числе развитием и вот этих технологий химерных лейкоцитов. Есть уже данные о том, что и за онкологию эти вещи уходят. И ежегодно есть такая премия Breakthrough Price. Это премия за выдающееся открытие. И вот в номинации «Наука о жизни» вот эта вот технология к «Архимерик Антиджен», она получила первый приз. Это ещё раз подчёркивает и клиническую значимость данных разработок, и практическую. То, что мы это не только какие-то вот такие красивые вещи и картинки, а то, что мы это можем использовать с реальными пациентами. Да, очень перспективные тоже технологии, которые, возможно, будут эффективны и не только при онкологических заболеваниях, потому что это всё вот такие таргетные вещи. И причём очень важно, что те сегодня подходы, которые мы разбирали, они кроме того, что эффективны, и когда мы говорили о вакцине, когда мы говорили о кризис-терапии, когда мы говорим сейчас о химерных лейкоцитах, они ещё и безопасны, потому что это всё таргетные такие воздействия. Поэтому это вот очень важно подчеркнуть. Давайте перейдём к следующей номинации. Номинация называется «Сюрприз года». Это сюрприз действительно, потому что речь идёт о хрупких пациентах с фибрилляцией претерзий и о том, что предполагали исследователи, что необходимо пациентов этих с варфарином переводить на прямые пероральные антикоагулянты, что это правильная стратегия. Но оказалось, что это не так. Это очень интересное исследование, которое было опубликовано на Европейском конгрессе кардиологов. Мы всегда хотим лучшего для наших пациентов. Но здесь нужно договориться о том, что это была когорта пациентов с хорошим контролем МНО на фоне приёма варфарина. В целевых цифрах, без скачков, герпа вниз. И когда вот этих пациентов, которые достаточно хорошо следили за собой, своим уровнем МНО переводили на новооральные антикоагулянты, увидели увеличение риска больших событий и в том числе риска кровотечения, травмоэмболических событий. В связи с этим вот встал вопрос о том, что не всегда, когда мы принимаем правильное решение, мы можем получить правильный результат. Вообще, на самом деле, и раньше было известно, что при переводе вообще с одного антикоагулянта на другой, с любого антикоагулянта на любой другой, всегда вот эта зона моста, это всегда зона рисков. И вот эта зона моста риском, она и остаётся, тем более для хрупких пациентов. Поэтому, ну, что называется, от добра добра не ищут, если всё хорошо идёт на варфарине, ну и продолжаем лечить на варфарине. Не получается, переходим на прямой пероральный антикоагулянт. А как уже среди них выбрать? Это уже тема отдельного разговора. Сейчас уже есть такие, уже тоже алгоритмы, которые позволяют нам и среди них выбрать то, что наиболее безопасно, по крайней мере, и наиболее эффективно. Поэтому здесь тоже очень, конечно, перспективно всё и интересно. Давайте перейдём к следующей номинации. Она называется «Тип исследования». И в этом году эксперты однозначно пришли к выводу, что самые сейчас востребованные и самые активно развивающиеся исследования – это так называемые обсервационные исследования. В прошлом году речь шла о исследованиях в реальной клинической практике, прагматических исследованиях так называемых. А вот сегодня речь идёт об обсервационных исследованиях, то есть это данные регистра. И вот, Ксения Алексеевна, мы с вами обсуждали до эфира, в чём разница между рандомизированными клиническими исследованиями и обсервационными исследованиями, основанными на данных регистрах. Потому что и то, и то фактически это реальная клиническая практика, только наблюдательные исследования в реальной клинической практике, они, как правило, отвечают на один, два или три там конкретно поставленных вопроса, например, по эффективности и безопасности какой-то технологии, какой-то терапии и так далее. А вот когда речь идёт о регистре, то здесь сразу учитывается масса факторов. Фактически это такая, ну, не эпидемиология, потому что это нельзя назвать репрезентативной выборкой, да, но внутри регистра это такая полная характеристика с последующим длительным наблюдением, и особенно это исследования такие полезные, когда сложно набирать таких вот, такие категории пациентов в рандомизированные клинические исследования. Вот, например, у нас там есть регистр по острому коронарному синдрому у пациентов старше 80 лет, например, да, или регистр у пациентов с тяжёлым остеопорозом, перенесшим уже перелом. Конечно, это очень интересный и вообще подход, и мне кажется, он не такой дорогой, и поэтому очень активно должен использоваться. Мне кажется, что обсервационные исследования могут дать ответы на очень многие вопросы. И стоимость, и объём часто выборки, он может больше, чем рандомизированные клинические исследования мы можем получить. Да, здесь есть свои минусы. Мы не всегда можем повлиять на то, что называется байас, на все вот эти факторы, которые могут повлиять на наши результаты, их полностью исключить или опровергнуть, но, с другой стороны, они зачастую дают информацию о том, как это происходит в реальной клинической практике, потому что вот такие эталонные рандомизированные клинические исследования очень часто критикуют за то, что те пациенты, которые включались туда, мы их фактически крайне редко видим в нашей реальной клинической практике, потому что критерии включения и исключения позволяли создать такие условия, что мы можем реально оценить вот время одного фактора на другой без учёта других факторов. Но в итоге мы зачастую получаем такую выборку, которую мы крайне редко видим в реальной практике. А вот такие исследования типа регистра как раз дают ответ на вопрос, а какая она от реальной популяции, наши реальные пациенты и реальная клиническая практика. И вот это исследование, которое было представлено на Конгрессе по сердечной недостаточности летом этого года, как раз показывает, что мы иногда стараемся равняться на Европу. Наверное, иногда равняться не стоит. У них бывают те же самые проблемы. В Шотландии идёт выраженная недодиагностика сердечной недостаточности у пациентов, которая ведёт к тому, что если мы не диагностируем заболевание, лечим только симптоматически, это значимо ухудшает прогноз жизни пациентов. И вряд ли бы какое-то рандомизированное клиническое исследование показало бы нам такие результаты и выявило бы такие проблемы. Да, отсюда могут быть ведь не только клинические решения, но и управленческие решения. И вот эта цифра, которая на слайде вы видите, 452 600 клинических исследований, основанных на данных регистра, только на момент мая 2023 года. То есть это, конечно, говорит о такой огромной популярности этих исследований. Так что будем наблюдать, будем сами проводить такие исследования, потому что это действительно даёт очень много интересных результатов. Давайте двигаться дальше. И очень интересная номинация дальше у нас – это смена парадигмы. И речь идёт о пациентах с сердечной недостаточностью, с фибрилляцией предсердий, с фракцией выброса меньше 35, и о том, эффективна ли аблация у этих пациентов, стоит ли делать аблацию у пациентов с такой тяжёлой сердечной недостаточностью. Можно ли рассчитывать здесь на улучшение прогноза и качество жизни, то есть вообще на успех. И раньше всё-таки считалось, что тяжёлая сердечная недостаточность – не место для аблации. А здесь что же мы видим? А здесь мы получили совершенно другой результат. Если мы проводим этим пациентам абляцию, фибрилляцией предсердий, с фракцией выброса меньше 35, даже с возрастом в среднем в 63 года, это чуть выше даже возраст, чем было в исследовании Кабана, которое первое показало, что абляция при ФП улучшает прогноз жизни, мы видим значимое улучшение прогноза жизни, снижение риска смерти у этих пациентов. Таким образом, это, в принципе, знак для кардиологов, терапевтов о том, что мы должны направлять этих пациентов на радиочастотную абляцию. Это безопасно и эффективно. Да, очень важно. Давайте перейдём к следующей популяции. Господи, по номинации. Следующая номинация – это «Воришка года». Очень интересно, вы назвали эту номинацию. Действительно, кардиологи подворолывают у эндокринологов уже не первый год. Они на нас, правда, не обижаются, мне кажется. И мы уже даже это обсуждали, что и в этом году очередное произошло событие отъёма, так сказать, эффективного лекарственного препарата у эндокринологов. Давайте это обсудим. Да, это исследование Селект не так давно опубликовано, только в ноябре 2023 года, по препарату Семаглутит и его применению у пациентов с избыточной массой тела с или без сахарного диабета и были показаны феноменальные результаты на снижении сердечно-сосудистых событий и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, в связи с чем препарат, в принципе, был уже на Конгрессе назван кардиологическим препаратом, и чтобы мы все готовились уже к его применению. Мы сейчас уже более-менее научились использовать СГЛТ-2 ингибиторы, ингибиторы натриево-глюкозного котраспортера, наш, наверное, первый препарат, который мы утащили, у эндокринологов, свою кардиологическую копилочку, аптечку. И, наверное, надо быть готовыми, что мы на пути, что наша копилочка кардиологическая пополнится ГЛП-1-огонистами, таким, как Семаглутит. Ну, уже пополнился. Теперь назад ничего не повернёшь. Переходим к следующей номинации, которая называется «Двуликий хиянус». И говорить мы будем про искусственный интеллект, потому что действительно искусственный интеллект – это нечто новое с точки зрения глубочайшего анализа, с точки зрения помощи врачу в каких-то сложных, многофакторных, очень быстрых анализах. И это с одной стороны, да. И мы разбирали в наших новостях и диагностику сердечной недостаточности по голосу, потому что, помните, возникает отёк голосовых связок и меняется тембр голоса. И вот искусственный интеллект может поймать это изменение и уловить риск декомпенсации. Или, например, рассчитать очень точно показатели накопления жира, очень точно рассчитать состояние сосудистой стенки и так далее, и так далее. Но вопрос в том, насколько далеко мы можем зайти, насколько искусственный интеллект может заменить человека, заменить врача, и насколько, если, например, одно дело, когда он нам помогает констатировать нечто, какой-то факт, а другое дело, когда он сам принимает решение и начинает действовать. И вот в медицине это, конечно, такая серьёзная, мне кажется, проблема. Это очень страшно себе представить. Знаете, вот как, когда иногда я там вижу какие-то видео, где едет машина без водителя на автопилоте. Вот немного страшно, конечно, и здесь тоже страшно. Да, Витя? Да, страшно. И я сейчас, когда говорили, Люба Николаевна, я вспомнила, есть такой фильм «Звёздные войны». Там вот в каких-то сериях показывается, что вот у них робот проводит операцию. И вот мне вот, наверное, до сегодняшнего дня казалось, что, наверное, это невозможно, что вот без управления тот же самый «Довинчи», без управления оператора он не может работать. Но фактически мы сейчас на пороге того, что 5-10 лет и, возможно, тот же самый «Довинчи» сможет работать в автономном режиме и самостоятельно принимать решения. И вот вопрос, готовы ли мы к этому? Я боюсь, что сегодня мы на этот ответ точно не дадим. Мы так поставим знак вопроса, будем говорить об этом в следующем году. И предлагаю сейчас перейти к следующей номинации. Мне кажется, она самая интересная, потому что она называется «Бессмертие», хотя, может быть, и не совсем правильно она называется, всё-таки, может быть, лучше её правильнее назвать «Продление жизни», но действительно, у нас и в новостях, тоже мы, помните, обсуждали возможность использования разных технологий для продления жизни, для увеличения продолжительности жизни, причём значимого. и сегодня нет ни одного лекарственного препарата, который имеет такое показание продлить жизнь. Вот какое показание препарата? Показан для того, чтобы увеличить продолжительность жизни у данного человека. Ну, нет такого препарата сейчас, да? И вот вдруг появляется такой препарат, причём, ну, он ещё не появился, но началось его исследование, причём у собак, да? И FDA дало разрешение уже на это клиническое исследование препарат, там, ЛОИ-201, да? Препарат, который действительно значимо продляет жизнь собакам. Собак – это вот, ну, в общем-то, ветеринария, ну, очень продвинутая. Известно, что есть большое внутривидовое различие у собак, но, между прочим, у людей тоже большое внутривидовое различие в целом, да? Потому что есть долгожители, которые могут жить там 100 и 90 лет, а есть семьи, где живут там 70 лет, 60 лет и раньше даже, да? Поэтому… У нас на высоту не завязано на рост, а вот у собак очень сильно завязано. Да. Да-да-да. Это правда. Хотя были такие исследования, где продолжительность жизни изучали в зависимости там от роста, от веса, от цвета волос. Такие были исследования. Ну, не будем сейчас о них. Вот. Но действительно, что же это за препарат, на чём основан механизм действия этого препарата? Ну, я так понимаю, что это частная собственность пока компании. Они официально об этом напрямую не говорят. И ветеринария, я так поняла, немножко другие правила, чем в нашей, так сказать, человеческой медицине. Но вот эта очень интересная компания, Луиа Форд Дох, она поставила перед собой цель в разработку препаратов, увеличивающих изначально продолжительность жизни собак крупных пород. А сейчас у них уже существует проект и средних, и мелких пород. И вот первый препарат разрабатывался, что мы его даём изначально, как можно раньше собаке, на протяжении всей его жизни. Сейчас разрабатывается препарат третьего поколения, который даётся уже в более взрелом возрасте с увеличением продолжительности жизни. И по той информации, которая у них представлена на сайте, они отталкивались от того, что было показано, что количество инсулиноподобного фактора роста первого типа у крупных собак значимо выше его уровень, чем у мелких собак. И это даёт такое представление о том, что вероятнее всего именно вот это является механизмом действия хотя бы вот этого препарата Луиа 001. которые они сейчас начинают большое клиническое исследование. Уже на сейчас в Соединённых Штатах Америки есть 43 ветеринарных клиники, куда активно набираются животные для оценки эффективности вот этого препарата. Во всех трёх центрах завершены уже, во всем трём препаратам завершены пилотные исследования. И вообще вот масса интересного на этом сайте по старению собак, в том числе у собак диагностируется синдром старческой остынии, как и у человека. У них точно так же, как и у нас, есть комплексная гератрическая оценка, где оцениваются все домены и когнитивные, и функциональные, и эмоциональные. Домен у собак, в том числе и социальные, насколько собака активно играет, гуляет. То есть это такой вот очень интересный пласт. И в принципе, сейчас FDA дало им разрешение вот на это клиническое исследование. И до 2026 года они должны опубликовать результаты его. И если подтвердится, что это используется и это работает, то это будет реально первый препарат в мире, у которого будет показание увеличения продолжительности жизни. А вообще, когда мы обсуждаем, вот как испытать геропротектор, то в общем есть как бы показания, потому что лекарство может быть зарегистрировано только по поводу заболеваний, которые есть в МКБ-10 или какого-то синдрома, который есть в МКБ-10. Так вот, все исследования по геропротекции это фактически исследования у пациентов синдрома старческой астении. Синдром старческой астении или второй вариант, то есть прогрессирование функционального дефицита или второй вариант геропротекции это время возникновения первого возраста ассоциированного заболевания. Ну, это отдельный разговор, но сегодня это была последняя номинация. И, конечно, мы вместе с Ксенией Алексеевной и с большим коллективом экспертов, которые участвуют в освещении новостей медицины, мы хотим пожелать всем нашим уважаемым слушателям и зрителям и нашим уважаемым докторам здоровья, счастья, конечно же, долголетия. Мы хотим пожелать новых технологий, новых открытий, интересных клинических случаев, большого-большого удовлетворения от работы, потому что, конечно, работа наша, работа в медицине, работа врачом, она требует творчества, она требует знаний, она требует умений, и она, конечно, невозможна без любви к этой специальности. Поэтому я думаю, что мы действительно с вами стоим на пороге великих открытий, мы участвуем в этих открытиях, по крайней мере, на этапе их уже внедрения в реальную клиническую практику, и я очень надеюсь, что следующий год будет для нас счастливым, плодотворным, и очень результативным, и очень плодотворным на новости. В следующем году, наверное, новости будут ещё интереснее. Как вы думаете, Ксения Алексеевна? Будем полагать все усилия, чтобы они были очень интересны и познавательны для наших слушателей. Да, наша задача найти новости, но иногда мы, естественно, будем рассказывать и о своих новостях, о том, что мы делаем в нашем центре, геронтологическом, научно-клиническом центре Российского национального медицинского университета имени Николая Ивановича Пирогова. Дорогие друзья, с наступающим Новым годом и до следующих встреч в новом 2024 году. До свидания, с наступающими праздниками вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова